друзья всем привет при всем привет потихонечку собираемся заходим сегодня у нас эфир с олимпийской чемпион 11-кратной чемпионкой мира трехкратный чемпионка европы лады чагирёвой всех ждем задавали некоторые вопросы вы обязательно на них ответим если будут еще у вас вопросы то пишите сегодня с ладой мы поговорим о теме артистизма в синхронном плавании ну конечно же обсудим что сейчас происходит сборной россии поэтому я думаю что безусловно будет много много полезной информации для синхронисток и их родителей много можете почерпнуть из общения с членом сборной команды и безусловно очень опытный безумно красивый и артистичные спортсменкой сейчас как вы знаете решается вопрос проведением олимпийских игр сборной россии находится на базе озеро круглое до сих пор на обсервации девчонки заезжают на базу на 21 день никуда не уезжая потом уже домой после того как приезжают один день должны оставаться в номере и никуда не выходить и вот соответственно это время наверное единственное свободное когда у наших спортсменок есть возможность поотвечать на вопросы пообщаться с болельщиками со слушателями и вот это время влада согласилась нам уделить для тех кто присоединяется еще расскажу сегодня у нас на связи олимпийская чемпионка 11-кратная чемпионка мира трехкратная чемпионка европы влада чагирева ответит на все ваши вопросы интересующие ну и также на немножечко просуждаем про артистизм вот влада уже у нас мы надеемся что интернет не подведет потому что на круглом он немножечко хромает насколько я уже поняла привет привет я рада ну что интернет вроде в порядке я тебя вижу слышу ты меня я я прекрасно вижу ты чудесно выглядишь благодарю но ты ты кстати тоже очень свежо отдохнули наверное вчера хорошо слышу отдохнули вчера же был один выходной да да у нас был один выходной но это не назовешь отдых потому что за это время просто ты пытаешься все что накопилось у тебя за полмесяца все переделать попасть просто во все местоположения где тебе нужно делать какие-то навалившиеся дела и в общем вчера я так неплохо помоталась по москве сегодня вот до эфира я все это время отсыпались ну отлично но вообще наверное тяжело конечно 21 день это дается то что я себя помню на я еще когда была сборная мы на равенском в равенском тренировались мне-то опять один год а тут 21 1 я вообще не представляю на самом деле еще в прошлом году предыдущие все вот сколько я девятый год сборные мы все время жалуются как это тяжело шесть дней в неделю находиться на базе закрыты нас никуда не выпускать у нас была возможность хотя бы в раз недели куда-то выехать а теперь все познается в сравнении и вот привет мы сидим одиночными обсервациях это точно что все познается в сравнении но вообще сейчас должны должны смягчить потихонечку ограничения как ты думаешь ну в москве их смягчают но я думаю что на наши тренировки на нашу закрытую базу это никак не повлияет потому что понятное дело что здоровье превыше всего и спортсменов и тренеров и если мы хотим дойти до соревнований все таки здоровыми то скорее всего нам придется в этом режиме существовать еще как минимум полгода но главное главное до них дайте дайте соревнования да что информация есть у вас вы наверное ну более как бы информирована чем люди обычные да что вообще говорят будет не будет и если будет то как это все будет происходить будут ли вам делать прививки и вообще расскажи про эту ситуацию мы понятное дело что мы продолжаем тренироваться в нашем режиме мы уже начали делать прогоны мы готовимся к соревнованиям самый первый у нас будет этап кубка мира в казани и в этом плане мы настроены просто таким мы не выступали уже два года и получается боевой настрой он просто вдвойне у нас порвать порвать всех да 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 немного уже соскучились я знаю я когда год пропускала из-за операции именно тренировки тренировки у меня продолжались но не в том режиме я вот за тот год я прям соскучилась и первый раз выходить на сталь было немного страшновато потому что мне казалось забыла как это да как это делать я всю жизнь свою каждый год выступала на соревнованиях все время у меня мышцы были в тонусе а тут атрофия после операции заново нужно было наращивать мышцы в этом плане я боялась что вдруг мое тело как-то поведет себя не так как-то но тем не менее все в итоге было хорошо к самому главному старту к самому главному старту чемпионата мира я уже подошла в хорошей форме и колено мое вытянулось хотя сейчас я с ужасом вспоминаю когда поднимаешь балетную ногу а колено просто трясется и она согнута и на тебя кричат выпрямя а ты просто мышц нет чтобы их выпрямить я даже я помню это стало день когда я впервые смогла натянуть колено я сколько у тебя реабилитация заняла времени после операции месяца три я занималась именно пока на костылях ходила пока ходила именно в центр где мне помогали загибать разгибать колено и просто вот как-то мышцы в тонус приводить потом я еще где-то полмесяца занималась самостоятельно мне дали такую возможность и потом я уже вернулась в сборную но сейчас я сбоку поплавлю потихонечку войду в форму а на второй день меня уже поставили в рисунок неизвестное мне место неизвестные программы которые они только поставили и в этот момент я поняла как себя чувствуют запасные которые каждый день могут стоять на разных местах там просто мозг взрывается нелегко нелегко я даже была на этой позиции в этом плане я восхищаюсь нашими девчонками которые они вроде бы в запасе но они всегда могут заменить любой пазл в мозаике и в этом плане я всегда очень девчонкам с большим уважением отношусь потому что ну мне кажется я бы так не смогла вот у меня есть место я спокойно на нем существую знаю куда плыть сколько ну конечно да сколько сил нужно на это потратить а тут каждый раз что-то новое слушай но ты ты же делаешь сборной поддержки да у тебя есть такая функция у нас основные акробатические прыжки делает маша шурочкина какие-то поддержки делать саша пацкевич какие-то поддержки делаю я вот был вопрос от девчонок которые занимаются что ну почему-то они запомнили что ты делаешь поддержки и они спрашивают они спрашивают как вообще ты подходишь к ним волнуешься не волнуешься и как бы стрессы для тебя это момент ну и вообще как если есть стресс какое-то волнение как ты с этим справляешься я помню момент 2013 год это первый год сборной и так получилось что мы должны были ехать на чемпионат на кубок европы на который мы в итоге так и не поехали и за месяц до соревнования вот у маша произошла операция тренер и сама маша понимали что скорее всего она не сможет поехать на соревнования нужно кого-то ставить на поддержке в техническую программу там не было большого выброса там были только вот две маленькие два маленьких выброса и я-то акробатикой занималась но очень давно вот как только я перешла в москву все я знала что есть маша которая с девяти лет прыгает и я в этом плане ну как бы немножечко уже навык этот растерял и я помню это был какой-то жуткий месяц именно в плане стрессовым потому что я понимала мне важно выполнить поддержку а дальше уже как-нибудь я доделаю как пойдет у меня еще ну как бы не сразу все замечательно получалось только концу месяца я что-то где-то как-то начала чувствовать а в начале этого действительно был стресс понятное дело что тренер хочет максимального результата сразу и вот это давление оно присутствует на этом месте остаться но как-то и полегче уже и поддержку я привыкла делать но к сожалению моему сожалению маня вернулась сказала что ей толкать будет тяжелее после операции поэтому она возвращается на свою верхнюю позицию и я с грустью ушла на тяжелое место на котором до стояла эльвира хасянова где нужно было просто вот так по всем рисункам мотаться и делать самые сложные партия вот а так очень важно подходить к любому элементу и неважно это поддержки или это какие-то выталкивания или что-либо другое важно подходить с холодной головой с расчетом с мыслями о том что ты должен сделать чтобы добиться максимального результата я например когда иду на элемент риска выталкивания неважно шпагат сапля я все время в голове проговариваю что ноги от себя руки подальше повыше пониже быстрее раскрыться ну в общем это все вот этот миг у меня происходит в голове и в этом плане также и на поддержках ты должен понимать тебе нужно сработать быстрее ногами тебе нужно не сойти раньше с места вытянуться вверх потянуться там вперед быстрее руки провести и вот это вот все должно вот так вот в миг пролететь у тебя в голове и ты должен поэтапно выполнить все вот эти элементы и действительно очень важно не паниковать и ни в коем случае не бояться выполнять эти элементы а как говорила всегда моя мама подружиться с ними потому что только если ты находишься в хороших отношениях не только с людьми с техникой даже со своими движениями тогда у тебя все получится ну да вот не бояться это наверное как бы самое сложное и ну многие сейчас спортсменки вот я занимаюсь с молодыми с юным поколением и они конечно ну видно что многие на тренировках все ок а потом начинается вот этот нервоз перед соревнованиями и все это невозможно вообще контролировать они просто становятся другими людьми абсолютно вот расскажи был ли у тебя страх вообще когда-нибудь ну когда ты маленькая была может ты помнишь и как ты вот с этим страхом справлялась я помню что самый мой первый старт мне было тогда 8 лет мы за неделю составили с мамой мое первое соло и поехали в Самару на соревнования принцесса волки так назывались они и я моя мама мне рассказывала она на тот момент была моим тренером что она смотрит на ребенка на меня и видит что вообще ну никакого страха она сейчас наверное что-нибудь натворит вообще не понимает где находится а наоборот вот это спокойствие оно как-то вывело меня к лучшему результату а потом уже стал накладываться страх что вдруг мне станет настолько тяжело что я не смогу сделать или что-то вот где-то я допущу какие-то ошибки и этот страх без него идти тоже плохо потому что если ты будешь идти вот так на расслабоне извините за такую лексику то ты по сути не сможешь показать свой лучший результат вот но есть опасность что у нас же вид спорта такой что мы по сути соревнуемся в течение всего года мы должны в течение года натренировать такой результат чтобы не перевыполнить план на соревнованиях потому что мы же синхронное плавание невозможно всем в один момент там супер высоко вытолкнуться потому что кто-то начнет нервничать кто-то пойдет раньше кто-то позже и в этом плане мы всегда выходя на старт друг другу говорим что как на тренировке да очень важно что вот то что ты наработал ты должен это показать на соревнованиях потому что именно каждый раз выкладываясь на тренировки каждый раз добавляя какую-то резкость добавляя высоту только тогда ты сможешь лучший результат показать именно уже на старте а если будешь на тренировках думать да ничего на соревнованиях я выложусь то к сожалению в нашем виде спорта такого не может быть у нас не в миг быстрее выше сильнее а у нас в течение всей жизни вот это гадаемо гадаемо но как бы знаешь вот с техникой более-менее понятно как ее нарабатывать да там ну отжимайся качай руки качай спину качай живот ну как бы и греби грубо говоря а вот как быть с артистизмом артистизм он все-таки занимает ну сейчас это сорок процентов оценки твоего общего балла вот и как вот с ним быть потому что бывает же да девчонки приходят полностью закрыты и потом раскрепощаются вот расскажи как было с тобой потому что ну по мнению и меня и многих других занимающихся синхрон планы ты очень артистично вот как было с тобой ты сначала саула была такая артистичная или потом это как-то появилось как ты с этим работала и как сейчас с этим работают в сборной что как чем помогают как бы какие вот упражнения делают в этом плане я могу сказать что уже по рассказам мамы и по фотографиям я была достаточно таким артистичным ребенком в детстве но потом какая-то неуверенность в себе потом переезд в москву вот это вот все меня немножечко зажало и в какой-то момент я вот превратилась просто в чистый лист и где-то не могла вот дожимать именно вот артистизмом в программах и в этом плане пришлось проводить большую внутреннюю работу понятное дело мне помогали специалисты и тренеры и на актерское мастерство я в какой-то год начала ходить потому что вот это вот вот этот зажим внутренний он очень может плохо повлиять на вот на то как ты будешь раскрывать свою душу во время программы ну стеснение да стеснение да очень важно мне очень часто не нравится то что я делаю и получается я снимаю это я смотрю понимаю что так вот здесь как-то получилось коряло здесь как-то ну вот мне там говорят что у меня очень плавные движения а это не потому что они такие просто от природы хотя спасибо родителям здесь это тоже повлияло но я вижу многих спортсменок в симптомном плавании которые это наработали и в этом плане я вот смотрю это видео где я сделала коряло я иду на второй подход я внутренними мышцами я понимаю что здесь нужно больше там помедленнее сделать здесь нужно амплитуду добавить здесь нужно поработать над выворотностью и вот это вот все оно помогает добавить изначально артистизм в тело в ноги в руки в корпус это все нужно разрабатывать танцами хореографии нужно вот действительно либо работать с тренерами специалистами либо даже просто поставить камеру и перед этой камерой потанцевать смотреть что твое тело может сделать как ты можешь какие новые движения ты можешь придумать но на этом наш артистизм он не заканчивается сейчас синхронное плавание очень сильно развивается в плане что мы уже больше уходим в какой-то больше эмоциональный мир уже действительно какие-то композиции смотрят люди смотрят и говорят мы плакали а это значит что эмоциями мы смогли пробить экран телевизора или эмоциями мы смогли прикоснуться к зрителю который смотрел на трибунах и в этом плане это все действительно это проработка мы всегда перед тем как идем на старт за долгое время мы начинаем уговаривать что у нас где в какой момент происходит так было в мольбе нам всегда и Татьяна Николаевна и мы друг другу объясняли что должно происходить у нас внутри чтобы мы здесь показали лучшие эмоции лучший результат если можно так сказать и нам Татьяна Николаевна объясняла что здесь вы там боретесь с этим а здесь вы я не буду сейчас всех секретов раскрывать но тем не менее всегда идет проработка не только именно физики но и эмоциональные части тоже и сейчас уже невозможно выйти на старт просто натянуть улыбку и пройти так всю программу сейчас уже действительно там где-то нужно злость добавить где-то нужно добавить какую-то печаль где-то боевой настрой где-то наоборот радость счастье и вот это вот все я думаю что в какой-то момент синхронное плавание сможет прийти к тому что у нас и так вид спорта нетипичный это уже ближе к искусству и я надеюсь что мы придем к тому что мы будем очень близки к театру что мы действительно это не не оскорбление когда нас называют театр на воде или балет на воде но называют сейчас вообще артистическим да плавание да сейчас в международном сообществе мы артистическое плавание артисты все артисты у нас мы не изменили и в принципе мы этому очень рады потому что ну уже привыкли мы все-таки синхронистки и синхронисты вот и это все вот как говорят что голос можно наработать чтобы научиться хорошо петь так и здесь все вот это нарабатывается понятное дело у кого-то это получится этот путь они пройдут быстрее а кому-то придется больше над этим работать но пройдя именно большую работу длительную и серьезную я понимаю что все возможно и главное просто делать не стесняться не замыкаться если вот один раз тебе сказали что у тебя не получается важно принять эту критику и просто идти и пытаться делать дальше тем более в век интернета мы настолько уже мы настолько стали остро реагировать на критику которая там и в комментариях пишется и в иногда закрытых аккаунтах в личные сообщения что очень важно научиться не броню ставить и замыкаться а наоборот сказать этому человеку спасибо я понял значит я буду над этим работать и стану лучше благодаря отчасти вам ну да но ты согласна с тем что сначала надо нарабатывать технику и потом заниматься артистизмом и не должны быть две вещи которые идут с параллелем вот скорее я со вторым больше согласна потому что все это должно накладываться друг на друга невозможно натренировать изначально технику а потом сверху наложить эмоции очень важно это все прорабатывать в момент потому что если вдруг ты начнешь после уже того как ты отработал программу накладывать эмоции ты можешь забыть то что ту технику которую ты наработал до и поэтому очень важно уже изначально составляя программу понимать да очень важно понимать что ты будешь здесь показывать и вот в параллели отрабатывать и и одну сторону и другую но в сборной России же тоже сейчас да происходит работа с артистизмом вот расскажи как какие у вас происходят какие специалисты работают или вы как бы сами этим занимаетесь вот как ты говорила перед камерой очень многие девчонки включая меня какое-то свое свободное время посещали актерские курсы это было сделано не потому что нас заставили пойти туда а потому что нам было это интересно и по сути каждый спортсмен он же тренируется ради себя понятное дело и ради страны и ради команды и ради всех людей которые тебе помогали к этому результату прийти ради тренеров которых ты занимаешься но по сути ты каждый день формируешь и делаешь лучше именно вот только себя только ты потом с этим пойдешь и в этом плане очень многие действительно ходили на актерское мастерство что я вижу очень помогает но у нас и тренеры наши приглашали специалистов тоже из актерской сферы приглашали из и танцоров и действительно пытаются нас развивать разносторонне чтобы мы могли приносить что-то новое я знаю что вот моя мама она сейчас у меня танцует мы следим за мамой да 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 и она после того как она познала этот мир приоткрыла эту дверь она сейчас пытается своим детям это тоже показать и показать как это можно как вот то что в танцах уже многие годы делают на суше как это можно перенести навык и что что полезного из этого можно взять и у нас так как сейчас уже мы на закрытой базе тренируемся у нас нет возможности приглашать каких-то специалистов у нас замечательный специалист который находится с нами на базе это Ганна Максимова она которая прошла невероятные синхронистки как я считаю она же и в цирке Дюссалея работала и во всей актерской сфере очень так углубленно она погружалась тоже и работала и постановщиком является многих программ и постановщиком шоу и в этом плане вот мы когда улетели на сбор в этом году в Арабские Эмираты у нас там через день проходили с ней занятия занятия по ритмике занятия по по актерскому мастерству и по пластике и я уже несколько раз была на этих занятиях и когда мне было 13 лет и эти годы когда мы стали непосредственно в этом амплуа с Ганной заниматься я прям чувствую как после занятия у меня и тело лучше двигается и что новые движения какие-то приходят и даже вот снимаю на видео танцы и я вижу что и в танцах уже как-то лучше дела идут потому что ну вот ты начинаешь по-другому мыслить ты понимаешь что не просто есть механические какие-то движения а что простое движение может ну совершенно по-разному быть окрашенным и понятное дело что были многие специалисты в нашей сборной и вот каждый раз очень важно чтобы хоть какая-то часть информации в нас осталась вот сколько бы я даже уже на примере сколько бы я с Ганной Владимировной не занималась каждый раз для меня это как по-новой где-то я что-то забываю где-то что-то уже она новое узнала и это прям очень помогает наполняет и даже Татьяна Николаевна говорила что после этого как-то постановки лучше идут вот поэтому я всеми руками и ногами за то чтобы в синхронном плавании приходили разные специалисты чтобы наш вид спорта становился более многогранным Расскажи ну а какие вот тебя само образы спортсмены идеи вдохновляют и вообще какие бы образы ты ну мечтала хотела бы передать на воде по сути по сути все эти образы мы всегда озвучиваем их тренером например как было с программой шаманы мы же не нашли как в мольбе вначале музыку а изначально мы предложили образ потому что он очень такой мистический интересный много движения мы это кто то есть вы собираетесь как-то компанией командой да мы стали обсуждать у кого-то приходит идея мы собираемся где-то там в душе в раздевалке или где-то по комнатам и говорим что было бы неплохо вот попробовать что-то такое или кто-то показывает музыку или и вот так родился образ шаман причем он родился у меня еще у нескольких других девочек то есть это я не знаю из космоса мы это взяли и мы всей командой подошли к Татьяне Николаевне сказали что вот есть такой образ который мы хотели бы попробовать и она говорит хорошо если есть какая-то подходящая музыка несите если нет то вот нам писал музыку Денис Гарнезов он пишет также для Тодоса и это кстати не первая композиция которую он писал для сборной России вот и в этом плане есть такой момент когда вот так можно составлять ты приносишь образ под это подбирается музыка и движение а есть вот как было с мольбой девчонки нашли музыку группы To Steps From Hell и эта музыка она из фильма Архангел насколько я помню и это я не знаю видимо что-то сверху вело всеми нами потому что мы начали составлять программу в День Архангела Михаила и каждый нес какую-то свою и боль и какие-то надежды мечты вкладывая вот в каждое движение и здесь уже изначально нашлась музыка потом подобрался образ и потом уже формировалось название потому что у нас как и молитва и ангелы думали но в итоге мы пришли Татьяна Николаевна пришла к решению что все-таки это будет мольба вот а так понятное дело что уже очень многие образы брали и по нескольку и по нескольку раз и есть такие образы которые вроде бы его уже взяли но тебе настолько интересно показать какое-то свое новое видение и либо ты рискуешь и пытаешься как-то конкурировать с тем что было до и делаешь это либо на уровне либо лучше либо хуже либо по-другому и тут уже невозможно сравнить либо ты ищешь что-то новое и пытаешься как-то а а причем находится удивительно вроде столько всего уже переделали столько музыки вы уже взяли но тем не менее мы приезжаем на соревнования и вот по-любому кто-то нас да удивляет что меня вот сейчас удивила американская гимнастка которая да-да-да я тоже видела ее под музыку из рэпа да-да-да я еще когда услышала первые ноты Каламара я думаю ничего себе и она там прям все такие тиктоковские движения ставила и это было я понимаю что мы бы такое не сделали но как раз ну конечно у него в крови уже да-да совершенно другая посылка но там это было настолько органично и я понимаю что мы вот сейчас на комбинированную программу мы берем классику отчасти потому что сборная России может имеет такую возможность хоть как-то вот отдаленно прикоснуться к классике но в то же время мы не можем взять какую-то современную музыку там не знаю кого-то из наших современных исполнителей только на шоу потому что ну не по статусу и в этом плане я помню что понятное дело что я росла с кумирами из синхронного плавания и наша Ольга Брусникина была и Наталья Ищенко и Вирджини Дидье и Джемен Энгу и вот все вот эти вот солистки мировые они меня наполняли я помню шли соревнования и мы просто вот с мамой прибегали к телевизору чтобы записывали чтобы потом как-то попытаться это повторить и насколько удивительный мир что все мои кумиры в итоге я либо как с Наташей работала в одной группе либо как с Вирджини Дидье или Джемен Энгу или просто могла приехать к ним домой и пообщаться и вот в этом плане я росла вот с первооткрывателями которые пытались приносить что-то действительно неординарное новое и благодаря этому у меня появилось внутри какое-то желание тоже что-то подобное делать вот а насчет образов сейчас не могу говорить потому что их же нужно еще использовать ну верно верно ну Влад еще интересно интересный вопрос по поводу твоих хобби ты упомянула что когда-то все-таки свободное время оно бывает связано ли это как-то с тем что ты делаешь или это совершенно другое и ну вообще расскажи что это и используешь используешь ли это в своей профессиональной деятельности ну вообще моя стрельцовая натура такая немножечко ветреная мне хочется попробовать все и действительно меня иногда кидает там от игры на барабанах и гитары то потом я меня перекидывает на танцы потом меня перекидывает серфинг потом меня на пилотирование потом я кидаюсь иду к своим друзьям химиком и говорю а ну-ка объясните мне откуда берется что я тоже хочу в этом разбираться и действительно но в итоге я понимаю что это все связано с творчеством а все равно это все связано с музыкой это все связано с тем где я могу то что я люблю делать а это вот танцы в воде где я могу вот свой отпечаток нанести то есть в допустим когда я танцую танго иногда ты танцуй танго да это все мама я кстати тоже занималась 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 так да 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 это очень прям круто вот эти вот меренги я не знаю которые мелонги мелонги которые проходят в москве прям очень это я с удовольствием прихожу к маме на соревнования и смотрю на какие-то наши знаменитые пары которые чемпионы мира и в этом плане мне очень интересно погрузиться в эту сферу но я понимаю что мне так же интересно принести вот я могу хорошо работать ногами вот поэтому я иду в танго и пытаюсь приносить что-то новое где можно больше каких-то элементов сделать именно вот вот эти мне кажется мне кажется уже созрел новый образ возможно вот и так же в остальном когда там я не могу жить без воды поэтому серфинг это то о чем я там мечтала всю свою жизнь когда я наконец-то после олимпийских игр прям на следующий день я впервые стала на доску а где я в Рио в Рио в Рио да-да-да я видела там выиграли олимпийские игры и поехали кататься я уже каталась была на доске я тоже я тоже у нас кстати схожие в этом интересе да я уже вижу это я тоже пробовала но я правда на Бали и вот Анжелика Тималина тоже туда приехала ну и как бы там уже осталась вот но я тоже очень прям обожаю этот вид деятельности это такой как бы способ медитации для меня определенный кстати меня ну первый кто меня подсадил скажем так на серфинг это мой друг он тоже спортсмен он был на олимпийских играх Андрей Крайтер он греблей занимался сейчас он китайскую команду а он был таким первооткрывателем моим в мир серфинга а потом уже меня начала под крыло взяла Анжелика и мы как раз поехали на Новый год это был год когда я как раз в конце года я делала операцию ну тренировочную а до пока я закачивала свои колени и думала что все таки я смогу консервативно вылечить и обойтись без хирургического вмешательства а мы вот с мамой тогда на Новый год поехали к ним в лагерь на серфинг на Бали да и у меня мама стала на доску но это не это была Индонезия но это нужно было от Бали еще паромами там наверное Ламбок или Сумбаава да там Сумбаава райские но там туда только за серфингом да да вот и в этом плане я вот все время какое-то такое освобождение чувствую когда я сижу вот в открытом океане на этом лайнапе на этой досточке как бы ёчек я так наслаждаюсь а на меня смотрит крутя пальцем как можно столько в воде сидеть времени вот вода это действительно мой второй дом вот а так да я думаю хобби типичные как у всех научиться что-то где-то готовить где-то что-то своими руками делать пока у меня это все плохо получается но я главное пробовать главное не бояться ну у тебя еще куча-куча времени всему научиться главное чтобы состоялись олимпийские игры ну там уже я думаю ты сама решишь оставаться не оставаться еще плавать не плавать но в любом случае сейчас да для вас очень конечно важный момент и я надеюсь что удача будет сопутствовать и все все случится вам мои самые самые лучшие самые теплые пожелания всем девчонкам привет обнимульки обездачки шлю вот такой друзья интересный у нас очень эфир Влада мне кажется шикарно раскрыл нам тему артистизма так что все ставим все ставим камеры и начинаем начинаем цевать тем более в карантин я думаю многие научились это делать да 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 вот кстати одно из преимуществ да Владочка тебе спасибо огромное успехов удачи следим за вашими успехами все болеем все целую обнимаю хорошего вечера всем пока 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 я